В советские часы в Беларуси Гомель был одним из лидеров покойки сепомников Лениным. В свой час их тут было свыше 20-ти, один за яких и сё не сустракая гостей города на Чагуночном вокзале. Гомель находится в закрытом помешкании, тому добр заховался. Одного започных гомельских излечов можно увидеть и в Новобелецком районе. Он и зараз показывает рукой на промок до светлой будущей, до речи о причале Ленина в областном центре. Знаходится еще и помник его поплечнику Феликсу Дзержинскому. Установленный он каля Будинка Комитета Державной Беспеки, який так само вызначается советской символикой. На даху находится герб Советского Союза со всягами. Ломать эту композицию никто не сбирается, у речи это наша спадщина. Але заправдный парк советского периода, своренный на территории Гомельского Державного профессийно-техничного колледжа народных промыслов. По инициативе областного управления дукации в 2014 году сюда привезли скульптуры, який ранее знаходится у разных кропках города. Тут и пионеры с комсомольцами, и Ленин, от детячего взрослого до периода в учебу в университете, побачь женщины с дитями и хлопчик с мячом. В советские часы такие типовые скульптуры можно было увидеть во всех городах. Але после 90-х они начали разбираться и теперь сусаркаются редко. У Гомеля идея створения такого парка себе оправдала. Скульптуры оказались под постоянным доглядом. Мы смотрим, чтобы они сохранялись в надлежащем техническом состоянии и также поддерживаем их эстетическое состояние. То есть где-то подкрашиваем, следим за тем, чтобы они были в сохранности. Парк скульптуры советского периода в Гомельском Державном профессийно-техническом колледже народных промыслов нечто на кшталт филиалу музея советского быта. В минулом научальном году под его отвели несколько помешканий. Сам музей – дипломный проект группы дизайнеров. Экспонаты сбирали выкладчики разом с наученцами. Идея простая – показать типовую хрущевку с проходным покоем и речами, без каких тогда было никак не вестись. Знакомитые советские выноходницы – сумка-воська. Само по себе, до речи, вельми компактная, але у нее можно было переносить не один литр в пять молока, которое тогда, до речи, продавалось в школьных бутыльках. Сегодня музей советского быта наведывают не только наученцы колледжу. Об его запотребованности можно мерковать по записах у князи Водгуков. Просто ностальгия – это уражение, которое тяжко передать, это супер. И еще мы узгадали свою молодость. Хоть экспозиция крыстается популярностью не только у людей старейших поколений. Когда приходят наши дети, приходят к нам гости нашего города, приходят к нам студенты наших высших учебных заведений, попадая в эту советскую квартиру, они, безусловно, узнают вещи те, которые есть и сегодня у них в квартирах, есть у их бабушек, и это вызывает, безусловно, у них определенный восторг. Если важно посмотреть на гоменские будинки, то так же можно увидеть много интересного, начиная от барельефов неведомых героев на верхних поверхах. Решетки советского минулого до этого часа заховываются и внутри некоторых помешканий. На выходе у земли упорядкованную службу, например. Жадание заменить эту лепку на нечто иншее, не возникает ни у кого. Но если бы и возникло, сделать это нельзя. Для того, чтобы реконструировать это здание, тут надо массу согласований, в том числе и с Министерством культуры. И при этом оно запрещено, чтобы его... Его можно только восстанавливать, но не удалять. И об еще одном будинку, который символизует советскую эпоху. Средняя школа номер 27, которая находится по улице Песина. В другой половине 30-х годов у Гомеля было побудовано 5 таких школ. У четырех, за которых и сейчас находится научная установка. Такие школы назывались и сталинскими. Конкретно эта, первая сталинская, чагуночная. Вокруг школы были одноэтажные частные дома. Был большой вишневый сад. Кругом росли деревья и кустарники. И школа четырехэтажная, большая, светлая, монументальная, она приковывала взгляд любого человека, который проходил по близлежащим улицам. То есть она была центром микрорайона. В этих школах, да, эти школы были похожи даже внутри. То есть у них красные ковровые дорожки лежали на коридорах и на ступеньках. Лепнина, так как это была мода того времени. Высокие потолки, светлые коридоры. Все это было типично для построек сталинского времени. И в основном все это и сохранилось до сегодняшнего дня. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомик».